всем привет добро пожаловать в аленка блог и сегодняшнее видео будет о ароматах к новому году и к рождеству я выбрала из своего шкафа именно те ароматы которые как мне кажется так или иначе подходит под эти праздники несмотря на то что у нас сейчас 30 градусов жары новогодний аромат у меня все равно ассоциируется именно вот со снегом они должны меня согревать как-то обнимать они должны быть очень стойки очень шлейфовый но это вот на мой вкус именно такие ароматы я для вас и нашла какие-то ароматы будут именно вот я потом скажу в которых я планирую исправлять эти праздники рождество новый год а какие то которые я бы хотела вам показать и которые так или иначе у меня ассоциируется с этими прекрасными праздниками и давайте начнем я не призываю вас бежать и покупать эти ароматы нет просто хочу с вами вот поделиться пока еще не поздно пока еще это актуально и давайте начнем первый аромат который я вам хочу показать как мне кажется он именно ну он вообще красивый в любое вообще время суток и время года но на новогодние праздники зимние он мне кажется будет потрясающий это coco noir от шанель для меня это аромат ну да это праздничный аромат аромат не на каждый день на выход он безумный красивый здесь почули он такой немножечко темный аромат бархатистый немножко с горчинкой у него необыкновенно красивая база если вот мне кажется вы ищете аромат который ну вот не жужжит у вас где-то под носом целыми целый целую ночь да если вы хотите чего-то более такого спокойного но в то же время яркого вот этот аромат мне кажется как никто другой никакой другой подойдет потому что он именно он как он затихает вы его иногда совсем не слышите но потом он может так на себе напомнить каким-то невероятным шлейфом и такой эмоции что ну вы не за невозможно не забыть опять-таки мне кажется когда снег когда вы какой-то красивый шубе или там в нарядном бархатном платье или в шелк ну в любом вообще красивом одеяние этот аромат как ни один другой дополнит ваш образ праздника праздничный образ сколько нуар это мне кажется супер это был первый аромат который я бы хотела вам показать второй аромат будет вот это это шанель номер пять и премьер почему я не было классическую пятерку а потому что мне кажется премьер она более такая искристая более я такая радостная более праздничная что ли а хотя пятерка конечно тоже это никто пятерку не отменял если вы хотите выбирать я бы выбрала ну именно лично для себя на новогоднюю ночь премьер пятерку я прям представляю как многие из вас вот перед выходом вот орошают себя вот этой вот золотой прекрасный премьерной пятеркой идете и вам так хорошо вот есть не что-то такое то праздничное брызги шампанского куча мандаринов вкусные там вкусности шоколад трюфель и ну что-то такое вот мне кажется он подходит тоже под праздник под новый год под новогоднее настроение следующий аромат который я бы хотела вам показать это опиум такая классическая его вариация от ивсен лоран здесь уже такой новый год богемный как мне кажется аромат очень специфический я знаю некоторые женщины могут носить этот аромат ну просто повседневные я не из их числа для меня он именно такой особенный он особенный к нему нужно как-то подготовиться как-то одеться как-то нарядиться и вот если новый год у вас такой вот особенный праздник если вы любите этот аромат а мне кажется он тоже подойдет он такой немножечко дымный он такой сигаретный он такой ну как я уже сказала да богемный богемный я представляю себе такая компания и вот смотрит не мой кино что-то такое какая-то такая у меня почему-то ассоциации не знаю почему в сети не права но тем не менее да аромат безусловно праздничные аромат шикарный на выход нести на шпильках это гордость следующий аромат мне кажется тоже вот они как-то немножко схожи это у меня такая маленькая штучка маленький такой миниатюрный флакончик это палома пикассо для меня это вообще ну это эталон шипровых ароматов палома пикассо дерзкая такая тяжелый аромат аромат такой породистый аромат но он ни на что не похожий он но он вот он классическо красивый он невероятно шлейфовый невероятно томный невероятно притягательный для меня есть нем какая-то нота разврата что ли но в хорошем смысле этого слова он вот может вам вас как-то перевоплотить хотя бы на одну ночь очень красивый аромат палома пикассо вот такая у меня миниатюра следующий аромат который я бы вам хотела показать это royal маска от миколиф это у меня еще старый формат флаконы сейчас они идут в таких квадратных тут с с россыпью с таких камушков а почему я его показываю потому что он в отличие от предыдущих ароматов он более мягкий он более сдержанный он более такой элегантный более пушистый что ли как такой вот тут такой ласковый аромат все были ароматы такие немножко с коготками это такой ласковый но тем не менее он он очень приятный тут королевский мускус тут реально без подобной красоты мускус если вы любите мускус попробуйте я уже разговаривала ну правда очень хорош очень хорош и для новогодней ночи кружась в танце он вас вообще так радовать очень красивый праздничный аромат royal маска от микро следующий аромат безусловно это midnight poison он уже снятый но мне кажется если он у кого-то есть и вот как я вот я его берегу там я стараюсь им не пользоваться сипко о сипко шибко часто да потому что ну где же мне его потом достать вот новогодняя ночь праздники новый год рождество они именно для таких случаев когда вот эти редкие ароматы мы можем нанести на себя с без зазрения совести и балдеть и балдеть и просто чувствует себя не знаю злой принцессы или наоборот какой-то прекрасный принцессы добрый ну или королевы вот он сказочный он реально сказочный он такой немножко темный посмотри какое у вас настроение бесподобно следующий аромат который я бы хотела вам показать это роберт пеге мадемуазель пеге очень класс очень веселый очень жизнерадостный эмоциональный он в нем есть все в нем есть и сливочная кремовость в нем есть и яркость цветов в нем есть и апельсиновый цвет в нем ну чего в нем только нет и вот он ну реально он меня заряжает вот прям эмоциями я его могу надевать вообще с утра до вечера в нем ходить и мне он ну не надо не доедает вот просто не на миг и да как вариант я могу в нем справлять в этом году новый год то что я его люблю мне он нравится вот такой вот аромат от роберта пеге подойдет всем без исключения если ищете что-то новое попробуйте его может быть вам понравится следующий аромат пусть это тоже будет пеге раз уж мы начали это бакхари от роберта пеге я его не планирую носить в эту новогоднюю ночь потому что у нас жарко а это конечно альдегиды здесь такие крутые альдегиды и навороченные да немножко ретро да немножко такие тяжеловатые сухие да я сейчас слышу здесь шампанское это но это потрясающий аромат но когда вот носить такой аромат шампанским как не на новый год только на новый год очень красиво если он у вас есть я буду я бы хотела бы с вами встретить новый год прекрасно прекрасно следующий аромат который вам покажу это не мой аромат это аромат моего мужа но я его не могу не показать потому что он идеален для этого случая это грандсуа от фрэнсис киркаджан вот такой у нас аромат я им дарила но я им не пользуюсь но в этом нет необходимости потому что этот аромат он заполняет собой все пространство если вот мой муж им пользуется это все это это балдеж это но это такой кайф аромат как дорогое к самый дорогой коньяк ну не важно золото во флаконе это золотой расплавленный амбровый аромат сладкий тягучий такой густой какой породистый такой прекрасный вот смотрите у нас жарко он обалденно звучит я представляю конечно как он шикарно звучит когда холодно когда за окном идет снег когда вы там сидите с бокалом красного вина и там может быть огоньки в камине потрескивают а можно и без потрескивания вот он такой он он потрясающий если вы вдруг вы ищете кому-то вот такой подарок прекрасный это для меня это просто лучше лучше что можно было сотворить с амброй прекрасный аромат и мужской и женский а вот казалось же этом аромат моего мужа но девочкам тоже мне кажется очень красиво звучать следующий аромат это так давайте будет вот это я уже показывал это black ananda от миколев он для меня очень особенный он для меня на выход он для меня вечерний здесь есть все здесь есть какой-то сладкий текучий ликер может быть кофейный даже здесь есть какие-то сухофрукты и вот сладкие в меду здесь есть цветы здесь есть все здесь есть что может сделать праздник создать праздничное настроение вот это здесь все вам нужно только шикарное платье улыбку все прекрасный новогоднюю ночь вам обеспечено вот это это будет потрясающе пару пшиков он 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 просто вас обнимет так что вы не захочете с ним оставаться что там наговорила такое но да вот для меня он очень бы подошел на празднование нового года но я не планирую в нем встречать потому что очень же следующий аромат который я вам покажу которым я планирую встречать это инбоа ванил от сержа лютена я в нем уже встречала новый год и в том году и в позатом году два новых года и думаю этом в этом году тоже он для меня почему-то да вот стал новогодним не знаю почему много с ним там воспоминаний связаны и все такое на аромат очень такой хороший позитивный веселый и для нового года очень подходящий ну безуслов безусловно подходящий для нового года следующий аромат который я бы хотела вам показать давайте будет вот это совсем другой это не парфюм от бренда дюллетах языка дюллет с пистолетом почему его показываю потому что все предыдущий аромат который вам показала они очень такие яркие насыщены если вы не хотите вот этого всего если вы хотите чего-то такого более кремового чего-то более такого может быть ну вот сродни вашему аромату да вот это вот идеальный вариант он в течение всего дня вы его слышите он очень стойкий и он вас дополнит как ни один другой ну знаете есть максималисты есть минимализм не мали минималисты вот если вы такой прям минималист если вы хотите чего-то такого прям как у всех вот он будет очень круто звучать на празднование нового года ну это мне кажется это мое мнение не судите строго я вот взяла его тоже это же рассматриваю как свой вариант но его в любом случае возьму с собой то что я не могу без него обходиться на 1 января мне кажется он дополнит такой послевкусие от нового года так что да классный следующий романтичный вариант встречи нового года и может быть рождества это агент-провокатор классический это знаете такой мне кажется вариант если вы встречаете с молодым человеком у вас такая романтичная ночь и вы встречаете новый год вот это вот такой аромат аромат бомба сексуальный напористый громкий красивые здесь роза но аромат такой говорит за себя сам очень красивый аромат вот если у вас такая какая-то романтическая романтические планы мне кажется очень подойдет если конечно если он вам нравится мне он очень нравится поэтому я вот вам его показ следующий аромат который я планирую носить на новый год в этом году потому что я его обжала за обжала за обожала но у меня очень редко его получается носить это вот этот аромат это супер стиль супер стиши с от предарика мали он я буду делать на него отдельный обзор я вот когда к этому приду я сделаю это аромат просто аромат но это моя ароматная я если так можно сказать если она вообще есть то я выбираю этот аромат он мой аромат этот аромат мой это какие-то безумно современные альдегиды русских нереальные и вот такая же вот альдегидная роза но он не столько эмоций с ним это но это что этот аромат это что-то он я даже надо стесняюсь когда его ношу куда-то там на выход и когда мне страшно что это тебя так пахнет я не могу вот понять то есть до сих пор хорошо ли это или плохо меня пахнет когда спрашивают мне он нравится мне нравится он необыкновенный он необычный он дарит мне кучу эмоций даже иногда я вы знаете дома наношу его на запястье вот просто сижу и вот улетаю далеко 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 для меня этот просто аромат радость радости аромату какого-то вот счастье от обладания ароматом вот у меня есть я думаю если кто-то является обладателем этого аромата то у них они тоже могут встречать в нем новый год все внимание все внимание он очень привлекает внимание он очень ну он он не может не привлечь внимание бесподобно а я буду делать него обзор потому что очень сумбурно сейчас так как-то рассказала ну простите следующий аромат который как мне кажется новогодний это конечно органза это органза дживанши и кстати надо было мне наверно показать их вместе если сравнивать эти два аромата безусловно они чем-то похожи но прогресс идет вперед мы не стоим на месте здесь конечно более все серьезно на первом на старте да что-то в них есть одинаково потом развитие сюжета происходит просто по двум разным дорожкам здесь здесь просто здесь просто отвал башки здесь тоже все очень красиво и для того времени это шедевр ну наше время мне кажется ну мне black больше нравится но это конечно безусловно это эталонный аромат это легендарный аромат аромат бесподобно женственный но для меня он до лицетворение какого-то периода моей жизни олицетворение чего-то такого прекрасного чего уже нет но будет что-то новое в общем такой аромат органза кто знаком все его любят заслуженно он бесподобный и на новый год он будет очень классно следующий аромат который как мне кажется подойдет под встречу нового года это вот этот аромат от эвсен лоран supreme букет вот такая вот такой кубик цветы 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 нереально красивые нереально яркие нереально какие-то бархат шелк он он просто вот знаете если он вам подходит он будет ваше дополнение он будет вас но он будет вас как-то ну и согревать и веселить потрясающий supreme букет от эвсен лоран и последний наверное аромат который вам покажу это вот это вот вода волшебная от армес я не купила себе еще большой флакон потому что что-то у меня глаза разбегаются я хочу теперь уже что-то еще другое и так далее так далее но вот пока у меня есть тоже в планах встретить с новый год я уже пенс на инстаграме очень многих он вот этот аромат именно олицетворяется с новым годом у меня вот тоже так получилось в нем есть все что вот как-то почему-то напоминает о новогодней ночи он такой волшебный действительно сбываются мечты сбываются какие-то задумки но он классный посмотрим может быть я себе куплю большую но не знаю пока вот такие ароматы разлить еще один вот далее 9 тоже маленький у меня миниатюра далее 9 у меня еще было большом флаконе очень удачно очень удачно продуманный аромат с коммерческой точки зрения и он ладно скроен он ладно скроен он я с удовольствием его носила я помню он мне не напрягал нет и в то же время была в нем какая-то искра искра вот в нем есть что-то очень необычное вот он да конечно он подойдет тоже под под встречу нового года классный очень хороший аромат далее 9 вот такая мне сейчас миниатюра мне кажется немножко зумбурно у меня все это прозвучало как-то я так вам все показала показала но пока это актуально я вот решила делать это видео надеюсь вам понравилось пишите о своих планах на новый год я еще буду снимать когда у меня будет наверное елка пока мы даже счет что мы вообще в этом году елку не поставили ну хотя бы вот фонарики на этом все с вами была аленка блог всем пока чао-чао пока